привет вы на канале олег ас и сегодня я нахожусь городе львов на велопроменаде батяры норовера кто такие батяры и почему они нороверах я сейчас вам потихонечку попробую рассказать и так батяры это субкультура которая возникла во львове двадцатом веке в первой половине двадцатого века хотя говорят что якобы она возникла еще раньше но рассвет ее пришелся на 30-е 20-е годы двадцатого века значит кто такие батяры это хулиганы бандиты которые объединялись по территориальному принципу то есть если переводить на понятный язык но это такие вот скажем бригады но не из девяностых а из двадцатых двадцатых тридцатых и вот собственно эти батяры были возведены с помощью литературы различных журналов и так далее такой романтический облик что якобы они были криминального происхождения но не кровавые не такие как в девяностых может быть история просто не донесла до нас какие они совершали преступления оставилась только романтический ореол вокруг этой этого скажем сообщества которая характеризовалась стильной одеждой юмором более того у батяров существовал даже свой язык при том это был не львовский диалект не какой-то там западноукраинский диалект а специальный язык смесь польского украинского немецкого венгерского еврейского который назывался балак но скажем так это не феяня это специальный такой язык который принципе понимали только сами батяры но во львове его тоже естественно понимают поэтому эта культура как бы процветала можете сформулировать в однию по фразе кто такие батяры для меня это одна для кого-то с иначе для меня это такая львовская субкультура зі своими таким эпосом зі своєю якоюсь такой культуру побудування зі своєю мовою зі своими лексиконом это могли быть и хуліганы и розбешаки и могли бути львовская гаузькая интеллигенция я також любила ходить на рейвии любила послухати музыку любила танцювати побайдикувати позабавлятися и так далее то то цель на яка насладывается життя життярное и вот 2015 году батярство во львове решили возродить решили придать ему такой колорит туристический и проводят велопроменады батяры на роверах то есть хулиганы на велосипедах еще забыл сказать например если бы остап бендер был жил во львове он бы тоже был батяром пока батяры собираются на фестиваль нас тут развлекает группа декабра с различными мелодиями надеюсь это вы узнаете если с батярами мы немного разобрались теперь давайте потихоньку разберемся мони на ровера в русском языке и в украинском велосипед имеет французское происхождение само слово то есть велосипед английском языке мы знаем что он называется бицайкл кроме того когда появился впервые велосипед во львове он тоже назывался на цикл да то есть было слово велосипедист циклист и в русском языке тоже самое кроме того было еще такое название как кола и колист то есть от слова кола в смысле круг и но в польском языке и в западноукраинском диалекте велосипед называется словом ровер или ровер значит в принципе до сих пор было представление о том что это слово произошло вот название британской фирмы ровер которая доминировала тогда на рынке польши и западной украины их было очень много таких велосипедов о том что во львове существует целый культ ботяров на ровер вот это пиво культ ботяр ства во львове существует везде вот так можно просто проходя по улице сфотографироваться на фоне почетных граждан города и ботяров вот но давайте продолжим все-таки по поводу ровера и так существует мнение что название велосипеда ровер пошло от британской фирмы ровер которая на заре велосипедной эры просто доминировала на рынке польши и западной украины но по аналогии с фирмой xerox которые копировальные аппараты мы сейчас часто очень называем просто xerox хотя они могут быть и samsung и epson и других компаний вот так точно произошло и с ровером но у меня на этот счет есть и собственное мнение я им поделюсь чуть позже и немножко при других обстоятельств вот и так значит вот эти самые ботяры были популярны и двадцатых тридцатых годах ну естественно как модные парни они любили ездить на велосипедах то есть на роверах и вот отсюда и пошел данный фестиваль ботяры на роверах но я хочу еще отметить одну такую вещь дело в том что в 30-е годы во львове существовал целый кластер велосипедных производителей то есть мы привыкли знать что существовал только харьковский велосипедный завод и львовский велосипедный завод который был основан после второй мировой войны и историю которого я вам очень много и часто рассказывал однако в 30-е годы во львове существовало около десятка различных производителей велосипедов но например компания залевский которая выпускала довольно стильные на тот на то время спортивные байки кроме того был завод в скнилове и магазин во львове братьев шматолохов значит они тоже выпускали очень стильные спортивные велосипеды на облегченных деревянных колесах фотографию которых вот вы сейчас можете видеть такие принципе сохранились кроме того существовала марка гаверло это были такие народные велосипеды был целый велозавод во львове на месте которого после войны построили известный завод полярон значит мне кроме того удалось еще обнаружить что была марка империал с адресом регистрации львов и кроме того была марка букинги именно этот производитель был указан патентных документах как вы родных то есть он производил велосипеды несмотря на то что они вроде бы как назывались букингем и вот в этой связи я хочу вернуться к слову ровер то есть я куда вернуться к слову ровер что же это слово означает британскую марку или все-таки на территории львова существовал производитель который выпускал велосипеды под маркой ровер по аналогии с тем же букингемом то есть но опять же подчеркну что это всего лишь моя теория которая пока не подтверждена документально но я все больше и больше к ней склоняюсь вот и образом во львове в 30-е годы существовало очень много различных производителей велосипедов которые были популярны не только на территории западной украины но и в той же польше потому что очень часто их там находят скажу больше что на территории белоруссии существовало 6 производителей различных велосипедов на территории латвии более десятка то есть в то время вот был такой бум велосипедной моды который ну порождал очень много местного производства притом они конечно же не не производили полностью все то есть они закупали трубы они закупали там могли закупать седла возможно там даже спицы втулки вот но конструкция велосипеда декор и все остальные элементы это было уже именно местного производства где открыть второй велозавод на территории украины 1 как мы знаем был в харькове хвз то 2 не было никаких скажем колебаний было понятно что его нужно открывать именно во львове потому что тут существовала культура велосипедного производства и естественно там советские партийные чиновники которые за это отвечали они прекрасно об этом знали вот и поэтому львов производитель велосипедов возник вовсе не случайно вот но это я немножко вам рассказал про историю львовского кластера довоенных велосипедов которые еще необходимо исследовать и исследовать вот надеюсь что был интересно но мы все-таки на фестивале батяры на роверах поэтому будем сейчас наслаждаться атмосферой этого фестиваля прибыли мы сюда на велосипедах хвз вот это два хвз единственное пока это в принципе наши хвз конечно же они не соответствуют эпохи то есть во времена батярства хвз здесь просто не могло существовать потому что эта территория была подконтрольна тогда польше а хвз продавался только лишь на территории подконтрольной советскому союзу вот кроме того мой прикид мой прикид скорее всего тоже не напоминает батяров вот но тем не менее фестиваль и этот велопроменад довольно интересное событие которое меня заинтересовал и так ребята батяры собираются видите уже почти вся площадь поставлена велосипедами сейчас мы пойдем посмотрим какие-то велосипеды в лондоне в 2009 году здесь очень весело и название твитран есть повернение до витоков вело культура допускается велосипеда но важно чтобы это были классические митские модели а власник велосипеда это устали английской и велосипедные моды питается будет их видовый год это любом как видите тут конечно до английской моды далеко вот но тем не менее есть довольно интересные персонажи поэтому в принципе иду на что-то но будет интересно и ждем когда объявим старт и хочет рузы так ребята осталось буквально несколько минут до старта батяры собрались на своих роверах как мы видим здесь не только батяры но и батярки вот то есть хулиганки русского города просто подходят знакомятся фотографируется все это происходит прямо в центре львова и маршрут у нас будет тоже очень интересный мы будем ехать через самый центр львова по самым центральным улицам и финишируем в историческом месте вот как видите тут кто-то даже решил поправить себе причесочку ему прямо на улице здесь делают стрижку вот жители когда отдыхают охлаждаются таким ретро фестивалем и слава богу что он есть во львове становится уже брендом ну вот батяры и выстроились в колонну скоро будет старт под присмотром полиции давайте посмотрим участников и участниц больше даже как видим там сегодня намного больше вот и наш экипаж на хвз пройдем еще ага вот я вижу еще один хвз это тоже хвз это тоже хвз так что мы тут сгруппировались с группой в хвз смотрим дальше такие прекрасные дамы а 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 и а о 快 а что а а а а а вот как раз стартует ботяры и отправляется пробег прямо в центр полиция перекрыла специально движение для того чтобы мы могли выехать вот сейчас мы немножко вам покажем как выглядят настоящие ботяры и ботярки вот вот видите что значит во львове тут меня сразу уточнили мы в самом центре львова это площадь рынок нашу колонну замыкает полиция у нас первый педстоп это площадь рынок самая центр львова это мэрия на которой та самая знаменитая башня изображенная на эмблеме лвз но я сейчас хотел поговорить не об этом а рассказать вам историю вообще велосипедного движения во львове значит все началось в отличие от других городов которые не знали когда появился во львове знают абсолютно точно это был апрель 1767 года когда предприниматель михаил мразовский привез сюда велосипед конструкции между еще такой деревянно металлический и купил он его на выставке и собирался поражать львовских горожан необычным транспортным средством но велосипедистом он так и не стал потому что велосипед той конструкции был очень скажем неустойчивый он часто падал и в конце концов плюнул и подарил его или продал история уже точно не помнят этого дела своему знакомому по фамилии пшебольский вот и вот этот вот польский и является первым велосипедистом во львове а началось то еще раз повторюсь 1867 году дальше во львове очень активно произрастает велосипедное движение появляется клуб любителей велосипедов один из первых кстати территории украины вот и самое интересное что потом их становится уже 2 потом 3 потом 4 но это говорит о том что велосипедное движение во львове было очень развито и не зря фестиваль батяры на роверах проводится именно во львове то здесь и исторически и культурно и технологически есть все основания проводить самые крутые фестивали связанные с велосипедами и их историей и и поэтому в этот день я тоже приехал во львов поучаствовать в этом велопроменаде ну вот возвращаются потярой на роверах из пробега все живы все здоровы и полны хорошего настроения часа не в заезжают на территорию бывшего трамвайного депо и посмотрим кто добрался до финиша а 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 вот один из участников велопробега батяры на ровера настоящий батяр как зовут богдан богдан а почему принимаешь участие в этом дело пробеге и первый ли раз Это первый мой раз. Это весело. Домово принимаю участие в кладенном работе и усилии. Хочется велосипедить, и хочется показать это людям. Ребята, вот одна из самых ярких участниц этого пробега. Батяры на роверах. Как вас зовут? Соломия. Соломия. Настоящая такая панночка львовская, львовьянка. Вы первый раз принимаете участие? Нет. Четвертий. Четвертий раз? Так. И первый раз, когда я принимала участие, я вырвала ровер. Ровер подарковый? Червоный, он там запаркованный. Это такая машина часу, да? Да, это такая машина часу, ты туда переходишь и тебе классно, потому что всем классно. Валентина. Валентина Залевская, да? А вы, до речи, нащадок Залевских, которые вырабатывали роверы у Львови? Нет, я про них знаю, но я не нащадка. Потому что здесь уже существует велозавод Залевских. Главная идея этого велопроменада – это роверы, это одежда, это объединение. Какая главная цель? У нас такие четыре основных идеи, которыми мы керуемся в формировании нашей программы – это, звичайно, популяризация езды на велосипеде. То есть популяризация по месту, так, а не за местом. Другой речью, мы открываем Львови по ногу. Например, мы каждого року выбираем локацию для нашей записки кауванья, чаюванья. Або это невеличкий музей-место, в который, власне, тяжело потрапить, у него годины работы, а он очень маленький. Как сегодня мы были на велосипеде, например, в прошлые годы мы были на закрытой велосипеде в Юллієце, это памятная архитектура, но в ней нет доступа. Протягом года мы договорились с властниками, чтобы побыть там. Мы занимаемся таким привернением внимания к культурной экспедиции города Львова. Мы рассказываем на своих сторонках, также у нас сегодня были лекции про Львов, про международный Львов. Мы популяризируем культуру и музыку того часа, сегодня будет в нас кино, и мы там будем говорить про феномен львовского джаза в 30-х годах. Также, соответственно, мы пригласим музыкантов, как сегодня был Ольгур Юрьев, они наткнены батярскими песнями, играют в этот период. Лемку прекрасно, я уже там выхилилась. Другая – это, власне, культурная спадщина, это также культурно-мистетская музыка и так далее. И, конечно, у нас есть такая цель, миссия – быть такой визитивкой города Львова, такой асоциацией. Например, наши фото на банерах города, на каких-то брошюрах. Это такая туристическая аттракция Львов и Батяра. Это субкультура. Мы стараемся начать снять на соцмережах, сайт на Гварі, Батярске. Это нас очень мотивирует, и за последние два дни мы получили много сообщений от наших учебников и фанеров. И они нам пишут на Гварі. Власне, это очень интересно. Мы очень рады, что мы на таком одном уровне и общаемся. Это безупречная промоция города Львова, как визитивка Львова. Это хорошие люди на велосипедах. И мы очень львовы пасуем, когда едем по Львову на трех велосипедах. А сколько людей приняло участь? Сегодня мы начали с площадью миссии. Было 104 человек. Приехали на заезд. З нами рушили 69. Згодно до нас в Труша доедналися, люди зареєстровувались. Зараз також люди реєструються. Ви хочете отримати повязку, як сувенір, і також хочете взяти участь у Терреї на наш ровер, тому що всі, хто має реєстрацію, можуть отримати цей приз. А ви колекціонуєте велосипеди сама, так? Да. Велика у вас колекція, так? Залевський там є в цій колекції? Залевський нема, але я б дуже хотіла. Нема, бо в мене трохи вимоги. Мені має бути оригінальних багато питали. Тому, так, треба шукати не тільки раму, а якісь інші речі. Але в мене колекція зараз 12. Це львівський чи це ін... В мене є німці, в мене є НСУ Берлін, в мене є італійські Ліберати, в мене є італієць міський 53-го року майно. В мене є Пежо спортивний, в мене є... В мене є переважно міські ровери, а мають два спортивних. Але спортивних власне категорії стіл-вінтаж, кваліфікованих на Роіку. Тобто також лінтажний клас, але ці велосипеди, які їздили в Giro d'Italia, Tour de France 60-х і пізніше. Тобто я також купаюся в цих велосипедах. Так, але в мене є... В мене є Україна. Ось така? Так. Не такого року випуску, але мало що підрізняється. А в Львівській є велосипеди, до речі? ЛВЗ? Львівського немає, але я кажу, що в мене переважно так, французи, італійці, і німці. Колекції. Розуміло. Сьогодні на велопроменаді з яких міст були люди? Вінниця, Коломейя, Івано-Франківськ, Київ і Рівня, звичайно. Так, так. А, Рівня. Рівня, так. Ну от, хлопці, і завершився велопроменад Батяри на роверах. Ось транспорт Батяров, як видите, различні велосипеди. Ми будемо відчалювати. Кому інтересно, ставте лайки, кому не інтересно, ставте дизлайки. Я надеюсь, що таке мероприятие не оставит вас равнодушним в будь-якому случай. Ну і підписуйтесь на канал. Як видите, у нас завжди інтересні історії про інтересні события. Дякую за перегляд!